Приветствую вас, очень жаль, что вы не известили меня все-таки о том, что написали дополнение, несмотря на просьбу, вот, но я увидел его и решил вам на него ответить. Итак, в первом браке жена не любила мужа, пишите вы, изменяла ему, как говорила она, направо и налево. Ну, здесь давайте сразу зададимся вопросам, на мой взгляд, довольно важным. А почему, если она не любила мужа своего, она с ним жила? А зачем она с ним жила тогда, если она его не любила? Важный вопрос, на мой взгляд, очень важный. Если ей было все равно, узнает он о ее изменах или нет. Если он не работал, выпивал, зачем она с ним жила? Если он с другой женой в счастливом браке, надеюсь, скорее всего, скорее всего, в отношениях с ним она занимала родительскую позицию. Она занимала позицию родителя, тем самым подавляла его. Она его подавляла. В браке со мной, пишите вы, до тошноты она решила быть верной. Ну, вы прямо выделили это слово, до тошноты, и я здесь, наверное, должен спросить, в каком смысле до тошноты? То есть, как она тогда, тогда, с первым мужем до тошноты была с ним, и постоянно пересиливала себя, да, постоянно, вот, как бы, перебарывала себя, находясь с ним, изменяя ему даже. Теперь она решила в любом случае быть слабой. Это ее внутренняя установка. Может быть, чувство вины. Может быть, цель. То есть, ведь она с какой-то целью была с первым мужем в браке, несмотря на отсутствие любви. Что-то ее заставляло это делать. И теперь, скорее всего, с вами у нее все та же самая цель, по большому счету. Это ее обдуманное решение. Но вы правы. Вы правы, что, что, понимаете, это странно. Вы правы, что это естественно, что мужа, что жена мужа не изменяет. Это нормально. Но она приняла это решение, потому что оно, это решение, нужно ей. Оно не нужно вам. Оно не выгодно, может быть, даже вам, как вы видите. Оно нужно ей. И для чего-то. Для чего-то своего оно ей нужно. Вообще говоря, такое решение, оно свидетельствует, как правило, о том, что человек довольно принципиален, во-первых. А принципиальность – это всегда в некотором роде ограничение. И с другой стороны, с другой стороны, это свидетельствует о том, что человек в отношениях думает о себе. И вот это вот решение до тошноты быть верной означает, что и вам нужно тоже соответствовать ее, ну, не знаю, представлению, может быть, о жизни, да, семейной и так далее. Вот это в тот же момент. То есть человек под свои принципы, под свои взгляды, под свое мнение, под свое видение пытается подстраивать вас, чтобы ему было так комфортно. Вы говорите, зачем такой-то зарок себе на вас, чтобы с уверенностью достичь своей цели. Вот для чего на вас какой-то зарок. Чтобы уверенно идти к своей цели. Ну, мы сомневаемся, что, не знаю, любит ли она вас, если у нее к вам чувства, об этом вы не писали. Вот. Но полагаю, что при таком подходе можно задать резонный вопрос. А может ли человек любить, если он дает себе зарок быть верным, быть верной в данном случае? Вот как это видится, например, мне, что в этом случае человек руководствуется не тем, что он может причинить, например, боль своей изменой, да, не тем, что это унижение, оскорбление для, допустим, самого человека или, допустим, для вас. Нет, это решение продиктовано своей выгодой. И если это перестанет быть выгодным, по ее мнению, то решение это может измениться. Вот об этом вам стоит подумать. А не то зачем. Какие у нее проблемы, может знать только она. Но это не важно. Важно, что вам в этой ситуации делать. Вот, например, если человек принимает решение быть верным до тошноты. Кстати, это вот тоже непонятно, что значит до тошноты. Что это решение, принятое сознательно. Но это не имеет отношение к чувствам. И вопрос в том тогда, готовы ли вы принять человека, готовы ли вы допустить для себя отношения не по любви. Вот это, собственно, то, о чем вам стоит подумать. Если да, то это решение можно обратить себе во благо. Попытаться. Если нет, то, соответственно, тогда уже от этого нужно отходить. Интересно, что в своем дополнении вы не задаете никаких вопросов. Вот. То есть, вы просто говорите, что это странно. Ну и вопрос задаете чисто риторический. Зачем какой-то дорог себе давать. Ну, на этот вопрос я полагаю ответ вам. И, соответственно, выводы, я надеюсь, вы сделаете. Исходя из тех мыслей, которые я выставил. Выводы вам нужно сделать самому. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если же один из моих ответов вам понравился или оба, буду благодарен, если вы сделаете один из них лучшим. И, Алексей, пожалуйста, если сделаете еще дополнение, то, пожалуйста, напишите мне об этом в личку, чтобы я прочитал ваше дополнение и дополнил свой ответ также. Потому что очень мало экспертов смотрят извещения на почте. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...